Доверяя как другу ему, ценим мы вертикаль отношений, понимая теперь, почему стал своим он среди поколений. Он открыл нам сердца и порты, чуть коней придержать он старался. Он всегда будет с нами на «ты». Наш Высоцкий Высоцким остался. 25 января у поющего памятника Владимиру Высоцкому в театральном сквере традиционно собрались все, кто помнит и любит творчество великого поэта и актера. Концерт мощный, что Игорь Сергеевич встал посередине, полтора часа простоял на самом конце. Потом подошел и говорит, а давайте не расставаться, давайте собираться по 25 числам. 25 января и 25 июля, на день рождения, на день смерти Владимира Семеновича. И мы, Людмила, сделали концерт в 2014 году, причем было 5 мужиков, пришли, сказали, Людмила, ты нам подгораешь, и мы споем. А потом, как вот энергетика зашла, и все стали петь, и плясать, и в принципе получились концерты. И мы уже 9-й год делаем концерты. Я рад, что вы к нам пришли. Мероприятие прошло в режиме свободного микрофона. Каждый желающий мог исполнить песню Высоцкого, прочитать стихи, вспомнить и поговорить об этом человеке. Несмотря на вечернюю прохладу, концерт собрал около 100 участников. Всех выступающих сопровождали теплыми поддерживающими аплодисментами. Пусть выбирается сам, и мой корабль от меня уйдет. На нем должны быть люди выше сорта. Я решил посетить сегодняшнее мероприятие, потому что в детстве смотрел его фильм из известных «Место встречи изменить нельзя» карьеры Димы Горина. И временами я слушаю Владимира Семеновича Высоцкого, разные песни. Вот рай в шалаше, открыт порт Владивостока, там ближе к Владивостоку, прям дух захватывает. Надпись видишь, прям душу греет. Мы с юности любим, мне так уже под 80 скоро будет. А мы с юности любим Высоцкого. И песни, и стихи его обожаем. Сегодня пришел сюда, честно говоря, первый раз. Собирался долгое время прийти, как-то не получалось, то одно, то другое. Сегодня решил прийти, не пожалел. Такая атмосфера довольно-таки уютная. Приятно услышать песни, стихи Владимира Семеновича. Володя Высоцкий – это мое детство. Я выросла на его песнях. У меня были два старших брата, которые были влюблены в Владимира Высоцкого. Тогда он еще, кстати, был запрещен. Они играли на гитарах, под гитару, дома потихоньку и пели эти песни. А я была маленькая и слушала эти песни. И мне было так приятно слышать эти мелодии. Хотя я немножко не понимала еще тех слов. Сейчас я более осмысленно это понимаю. Это здорово, что у нас есть такое в России Владимир Высоцкий. Наш, наш друг, наш брат, наше все. Памятника Высоцкому, как и в Владивостоке, нет ни в одном городе России. Он уникальный. Уникальность его не только в образе самого артиста, который так талантливо воплощен скульптором Петром Чагадаевым, но и в том, что он музыкальный. В театральном сквере каждый день играют песни Высоцкого. И в любой день жители города могут присесть рядом с Владимиром Семеновичем, послушать его песни, отдохнуть, подумать. Много лет уже подряд, после установки памятника Игорем Пушкаревым, Высоцкому в 2013 году, да, фестиваль «Приморские струны» является организатором подобного мероприятия, такого мероприятия, куда приглашаются исполнители все, так сказать, наши, Владивостокские, Приморские, которые исполняют песни Высоцкого. Я живу по правилам его баллад. И вот я сегодня говорил на этом мероприятии, что для меня лично, таким эпиграфом, что ли, его творчества являются две фразы. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. Это одна фраза. И вторая фраза, если, вот как сейчас спета было в песне, да, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Владимира Семеновича люблю с детства. С этим нашим клубом я уже не первый раз выступаю на этом мероприятии. И мне нравится с единомышленниками. А здесь встретиться еще и с любителями Владимира Семеновича. Поэтому я очень, как бы сказать, всегда выступаю с удовольствием. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плохо он или хорош, парня в горы тяни, рискни, пусть он будет одного, вовсе в детстве с тобой, одно им, пусть поймет, кто такой. Я хочу поблагодарить от имени всех присутствующих, от всего Владивостока, Игоря Сергеевича Пушкарева, за то, что он для нас поставил этот памятник, где мы можем встречаться каждый год, петь песни, общаться. Это здорово! Спасибо большое! Голос, который продолжает жить в сердцах поклонников и исследователей творчества Высоцкого не одно прошедшее десятилетие. Для людей он навсегда останется самым живым и самым народным артистом. Анна Дьякова, Илья Тишкин, Новости на Восьмом.